Жилищно-коммунальное хозяйство, расселение аварийного жилфонда и социальная сфера. Встреча руководства Щелковского района с жителями микрорайона Дальний Воронок прошла в Щелковском районном культурном комплексе. В мероприятии приняли участие порядка 150 человек. Открытая власть – это не просто словам. Такие мероприятия проходят традиционно и в поселениях района, и в микрорайонах города Щелково. Встреча с жителями Воронка уже проводилась летом прошлого года. Многие из проблем, озвученных тогда, удалось устранить. И вот повторное мероприятие. Главная задача – услышать жителей и помочь в решении наболевших вопросов. Открытая власть – это не просто разговор в зале, это вот такое непосредственное общение, которое помогает нам всем. И в первую очередь тем людям, которые на данный момент чувствуют в чем-то ущемленность свою личную. Волнуют жителей сфера жилищно-коммунального хозяйства, работы управляющих компаний, уборка дворовых территорий, подача ресурса. Жалобы на низкую температуру в квартирах обратились жители четвертого дома в первом первомайском проезде. На первых этажах холодно. Вверх протапливается еле-еле, сантиметров 10. И то в морозы. Низ вообще не отапливается. Пол ледяной. На первых этажах, скорее всего, не протапливается из-за того, что зашлакованная система отопления. ДЖКХ была поставлена задача пройти по каждому стояку, потому что в некоторых квартирах греется хорошо. Я к вам в субботу приеду, ладно? И проверю, какой у вас температурный режим. Обозначили на встрече и проблему расселения аварийного жилфонда, которого в микрорайоне немало. Задачу продолжить работу по переселению поставил губернатор региона во время обращения перед жителями. В прошлом году Щелковский район был одним из лидеров в области по этим показателям. В новые квартиры из старых бараков уже перебрались жители казармы и нескольких домов на новой фабрике. На очереди Дальний Воронок. Проектная документация сейчас находится на утверждении в правительстве Московской области. Сейчас выйдет из правительства Московской области проект планировки, и вы перестанете на нас ругаться, когда увидите, что первые дома начнут переселяться на Дальнем Вороноке. Проект планировки будет принят, и после этого начнется работа по переселению первых домов. Он от нас зависит, от администрации. Мы делаем, от слова дают. Помимо этого, жители задавали вопросы о благоустройстве, транспортной логистике в микрорайоне, экологии, а также спортивной сфере. С жалобой на неудовлетворительное состояние зала для спортивной гимнастики в Щелковском районном культурном комплексе обратилась одна из местных жительниц. Не откладывая в долгий ящик, районные власти решили лично осмотреть спортивный объект. Мы его реанимируем, чтобы он был в рабочем состоянии. Но по большому счету, Анна, мы обязательно подумаем за счет внутренних резервов, может быть, добавить где-то еще зал. Пока на время, на переходный период. Мероприятие продлилось почти два часа. За это время жители смогли задать немало вопросов. В целом мероприятие прошло эффективно, отметили присутствующие. Большое спасибо администрации, что она вот так выходит, с вами напрямую разговаривает о тех проблемах, которые есть. Их сразу не решить, но вот шаг за шагом обязательно будут решены. Спасибо. Такие встречи очень нужны населению, и я думаю, что население с удовольствием приходит и решает свои вопросы именно здесь. Я, например, радуюсь очень. Дела двигаются и двигаются заметно. Народ неравнодушный, и сейчас у нас представители власти тоже неравнодушные подобрались.